всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео я хотел бы рассмотреть такую нестандартную ситуацию когда нам в обычном стереопроекте вдруг нужно по какой-то причине иметь дело с surround файлом то есть around файл напомню это файл который записан surround формате в котором может быть вшита а шесть разных каналов это 5.1 например это шесть каналов и может быть даже 7.1 или 7.2 то есть там гораздо больше каналов то есть когда когда такая ситуация может возникнуть вот у вас есть про какой-то файл который был сделан с ураунд формате вот как у меня здесь и оттуда допустим вам нужно достать какие-то каких-то два канала при стерео то есть те элементы которые находятся в стерео составляющих допустим у вас есть такой файл вот что можно с ним сделать в принципе если у вас чистый проект и у вас есть отдельный surround файл если у вас проект в стерео то при импорте этого файла logic по умолчанию все разбивает на моно дорожки то есть на 6 моно дорожек в данном случае 6 это если у вас изначально пустой проект стерео формат проекта logic в последних версиях уже научился сам это конвертировать и просто вам создает 6 независимых аудио дорожек из которых состоит этот вот собственно с ураунд файл вот понять с ураунд можно вот по вот этой вот по вот этому значку который у нас здесь в названии файла присутствует но допустим вас уже с ураунд файл есть или мы как-то с ним работали и тут мы решили сделать стерео версию проекта допустим то есть сейчас ну вводные не буду сейчас перечислять по что у всех могут быть они свои но просто вот задача вот у нас есть around формат при этом на стерео проект у меня сейчас проект работает в стерео несмотря на то что у меня здесь есть с ураунд мастер вот мне стерео бас я сейчас расскажу как я здесь настроил маршрутизацию и вот как мы можем вычленить отдельные каналы то есть вот допустим мы хотим вот использовать отдельные каналы не все вот какие-то конкретные из этого с ураунд файла с нашим миксом допустим и под него что-то еще записать какие-то другие дорожки новые партии и так далее что же давайте в этом видео про это поговорим с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке но после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывая обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику и так для того чтобы у нас это работало все очень просто нужно создать дополнительную шину то есть вот у меня микшер я сделал посыл то есть у меня input на вот этом канале с аудио файлом surround стоит как surround здесь напомню можно выбрать но выбор только либо моностерео либо левый либо правый либо surround я выбрал surround поставил сюда этот файл формат у меня 5.1 соответственно в настройках project settings у меня на surround формат тоже стоит 5.1 заранее поставил чтобы у нас все совпадало потому что здесь можно выбрать другие surround форматы то есть все у нас совпадает и соответственно output тоже идет на surround канал если что его можно выбрать вот здесь то есть surround и у нас вот сейчас если я нажму воспроизведение вот мы видим что у нас звучат все шесть каналов из этого файла и соответственно вот они приходят в той или иной степени приходит на мастер то есть это можно конечно здесь варьировать что мы больше слышим какие каналы и в зависимости от этого у нас будет то или иное идти на наш мастер но мы в любом случае сейчас не услышим то что опять же я напоминаю что мы работаем в стерео формате значит проект стерео поэтому все что здесь играет она сейчас у нас недоступно я создал пошел посыл на вторую шину вторую шину я сделал стереофонической то есть мало того что у нас сама сам вход на шину стереофонический вот здесь он выбран у нас еще и выход стереофонический таким образом у меня как такая идет промежуточная шина благодаря которой мы можем вычленять отдельные партии из вот этого файла то есть отдельные каналы точнее из вот этого мульти канального файла как это работает сейчас я размютирую стерео аут то есть у нас при создании вот этой шины автоматически в микшере создается вот этот стерео аут канал как видите здесь нельзя ни плагина поставить ничем как такой некий промежуточный и вот сейчас мы можем уже услышать звук этого файла то есть у нас идет посыл теперь что мы можем дальше сделать дальше у нас нам поможет двойным щелчком кликаем сюда поможет вот этот вот surround balancer который собственно отвечает нас за баланс но здесь мы можем мютировать или вообще отключать какие-то каналы то есть мы например можем отключить центральный канал мы можем отключить левый правый можем левый задний правый задний и соответственно и лэфи это у нас саб-канал то есть сабвуфер сюда идут всякие саб частоты низкие эффекты и так далее то есть это то что у нас идет на сабвуфер и таким образом сейчас мне ничего не звучит и я могу например включить только центральный канал отстроить здесь его громкость его теперь на эту шину на стерео шину у меня с этой дорожки идет только стерео а точнее центр канал то есть центральный канал уровень которую могу здесь отстроить но я всегда могу зажать общий команд нажать вот сюда на дубликей трек у меня копируется полностью трек со всеми его настройками и с аудио регионом и теперь на втором треке я могу открыть двойным щелчком и например оставить допустим стерео левые и правые каналы и вот мы таким образом то есть если поставить pen посередине то мы слышим левый и правый канал либо мы можем даже баланс их здесь менять но я рекомендую для нашего эксперимента все-таки оставлять по центру то есть угол что было в нуле таким образом мы вот сейчас из этой с этого канала будем получать стерео дорожки дальше я могу сделать то же самое еще раз и уже на следующем вот этом треке на копии я могу выбрать опять же в своем дуал в этом сором бэн балансере выбрать уже новые каналы эти отключить и послушать вот и мы слышим уже задний канал они более тихие более гулки ну потому что так было сведено и таким образом мы можем даже подписать что здесь у нас идет центральный канал здесь у нас идет стерео а здесь у нас идет с ураунд то есть задние задние стерео вот ну и так же можно конечно пойти дальше и вообще вычленить отдельный канал то есть оставить например 2 моно передних 2 моно задних и центральный канал то есть разбить аж на сразу получается на 5 каналов еще можно добавить отдельно для лоу эффектов то есть я могу сейчас сделать еще один канал открываем его все выключаем и оставляем только сап то есть сап у нас не здесь включается асап у нас включается вот здесь помощью от этого слайдера элэфи level можем поставить его в ноль и тогда вот с этого четвертого канала у нас будет идти можно сейчас есть написать сап ну или элэфи что то же самое вот мы действительно слышим с этого канала сап канал и теперь с помощью вот этих вот четырех каналов я могу настроить некий баланс уже в стерео то есть опять же напомню что все это приходит в стерео нашу шину и идет на стерео ауды таким образом я могу из surround файла сделать перри балансировку вот здесь с помощью вот таких манипуляций сделать перебалансировку нашего surround формата в обычный стерео формат причем с теми уровнями с теми относительными положениями которыми нужны вот ну либо как еще раз сказал можно вычленить все в отдельные моно канал то есть счет две дорожки создать и отдельно сделать левый отдельно правый отдельно задний левый отдельно задний правый и так далее получится у нас все шесть каналов если мы говорим о формате 5.1 вот такой незамысловатый способ это может быть немножечко нагромождает конечно визуально но с другой стороны нам позволяет вот с помощью микшера работать в стерео режиме с surround форматом но еще раз напомню если у вас чистый проект вы хотите работать стерео но у вас есть отдельный surround формат файла то вы всегда можете его закинуть в лоджик и он просто вам создаст 6 независимых моно каналов которые вы уже потом можете в стерео формате как угодно программировать и с ними работать независимо то есть имейте ввиду вот такие есть возможности у лоджик я про dolby atmos записывал отдельный курс где в том числе про surround форматы рассказываю если что перри обязательно посмотрите также напоминаю что у нас есть подписка на boost и где входят все эти курсы в подписку всего за 1000 рублей в месяц так что также переходите по ссылке в описании подписывайтесь конечно же на наш youtube канал чтобы не пропускать новые видео они выходят каждое воскресенье по теме logic по теме работы с разными плагинами по теме работы с разными фишками logic и так далее ну и конечно же ответы на ваши вопросы которые вы часто задаете в telegram чате если вы опять же нет еще подключены к нашему telegram чату просто переходите по ссылке в описании под этим роликом и там будет там все очень легко просто оставляйте заявку и вам приходит приглашение в telegram чат где мы обмениваемся опытом спрашиваем различные вопросы по лоджику плагином и прочим музыкальным и звукорежиссерским темам у нас там довольно весело уже 2000 человек так что подключайтесь ну что же с вами был дмитрий урсул надеюсь это видео было вам интересно понятно что эта тема не самая популярная но вдруг в жизни вам будущем как это пригодится вот вы теперь уже знаете как это делать пишите в комментариях полезно или не полезно знали вы такой фишки или не знали но с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем успехов творчестве всем пока